Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать вас во вторник на программе «Тема». И тема нашей сегодняшней программы – это Андрей Макаревич. Мне бы хотелось начать с довольно стандартного такого опросника. Но, чтобы вы отвечали на мои вопросы фрагментами из песен, как вы к этому отнесетесь? Можно попробовать. Вот ваше вот занятие, чем вы занимаетесь? Я ненавижу судьбу свою, и что увижу, про то пою. Хорошо. А ваш возраст? Ну, а я совсем не такой уж старый, мне на вид где-то двадцать пять. Так. Семейное положение. Чтобы жить и дышать, и любить и мечтать, пусть меня не оставит надежда. Так. Образование. Ваше образование. Нас всех обучили секрету создания гармонии в мире, и, видимо, это надолго. Свет глаз, свет волос. Лицо стертое, краски. А-ха-ха! Ну, хорошо. И последнее. Хобби. Чем любите заниматься в свободное время? Я пью до дна. А-ха-ха! За тех, кто умолит. Довольно исчерпывающие ответы. И все-таки, Андрей, в каком времени, как вы считаете, вы сейчас живете? Еще не все дорешено. Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня. Еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Кто такой Андрей Макаревич? Насколько я знаю, это лидер группы «Машины времени». Легендарный, я считаю, рок-музыкант, на котором воспитывались многие поколения. Я не знаю, да. Он и композитор, он и исполнитель. Поэтому мне он очень нравится, хотя я пожилой человек. Моя молодость пришлась на самый рассвет его, успеха. Поэтому я люблю Макаревича. Понятия не имею. Вы его совсем не знаете? Нет. Мне это вообще мало интересное. А вы знаете, ему не нравится, если честно. Один из основателей у нас в стране. Рукодрольная команда. Да, у него поклонник уже. Еще с начала 80-х годов. Кто такой Макаревич? Что-то мне из головы вылетело, честное слово, знала вроде. Политика какой-то. Я не интересуюсь политикой вообще. Пережиток прошлого. В свое время его музыка нас вдохновляла. Когда-то пик был, когда мы были маленькие еще. Все, он был в подполе где-то. Я обожаю его творчество. И в основном слушаю только его песни. Не знаю. Это депутат какой-то, помню. Он думает, что он поэт. Вот. Несомненно, музыкант. Лучше многих других. Но я никогда его особенно не любил. Такой, которого называют певец по жизни. Не выпендривается. Говорит то, что думает, а то, что близко другим. Мне он нравится, как певец, как человека. У него душа такая открытая, он добрый. Впечатление такое, что он производит человека не только для исполнения песен. Он еще как певец-мыслитель. Понимаете, у него есть какие-то мысли приятные. Особенно, когда интервью он дает. Его приятно слушать даже не только песни, у него просто душа приятная. Если я не ошибаюсь, в 69-м была создана машина времени. Скажите, а в каком времени вы хотели бы видеть свою машину тогда, в момент создания? Честно говоря, нам так хотелось играть, что мы ни о чем больше не думали. Мы абсолютно не представлялись, чем это кончится, во что это выглядело, как это будет выглядеть сегодня. Совершенно. А вообще в слове «время» есть для вас что-то притягательное, магическое? Есть. Что? А то, что я чувствую, что наверняка в нем возможно передвигаться в обе стороны, но пока человек этого делать не умеет. Мне бы очень хотелось, чтобы при нашей жизни этим секретом обладали. Скажите, а у вас получалось передвигаться вперед? Назад вы часто делаете на концертах, вспоминая свои старые вещи? Песни – это же все-таки движение туда-назад, а вперед. В таком случае всякая новая песня – это движение вперед. Вы довольны своей жизнью? Наверное, да. А почему «наверное»? Чего вам не хватает, чтобы ответить перед собой честно «да»? Потому что окончательную оценку можно дать только относительно прошлого. Относительно того, что еще пока тянется, это трудно говорить так категорично. Но ведь машина времени. Да. Скажите, а вам никогда не хотелось заглянуть в будущее и посмотреть, что с вами произойдет? Хотелось бы. А не страшно? Нет. Почему? А потому что все равно произойдет. Вы в этом уверены? Конечно. Но если вы будете знать, что будет это, у вас есть возможность уйти от этого, наверное? Нет, уже нет. Вы фаталист? Я не фаталист, но все, что во времени расположено, расположено и происходит единожды, так или иначе. Это было так давно, что и вспомнить мудрено. Это было очень много лет назад. Вылети тогда, взлети. Я не помнил лучших дней. Были добрые и верные друзья. Я был сказочного дня. Я имел забытый страх. И не верил в то, что стану ставший я. Мне кажется, что, во-первых, мне везло чаще, чем в теории вероятности это позволяет. В чем везло? В том, что происходило. Но всегда возникают в жизни какие-то ситуации, которые могут разрешиться либо так, либо так. Но вы все и верный человек? Не слишком. Но, в общем, в какой-то степени. А в какие приметы вы верите обязательно, кроме стучания по дереву? Примета начинает действовать с того момента, как ты ее огласил. Поэтому я вот очень не люблю, когда кто-то мне начинает рассказывать приметы. Там положил ключи на стол. Он говорит, что ты делаешь? Денег не будет. Пока я не знал этой приметы, были деньги. Как только узнал, что? Поэтому я лучше не буду делиться. 25 лет скорой машине времени и постоянство. Это черта вашего характера? Постоянство относительно чего? Ну, 25 лет существует команда. Относительно друг друга, да. Я не помню у нас в стране еще рок-группа, которая такое количество времени на гребне успеха просуществовала и существует. На самом деле, мне кажется, у нас это очень просто объясняется. Чем? Мы за все эти годы настолько хорошо друг друга изучили, настолько хорошо знаем достоинства и недостатки друг друга, что никто из нас друг к другу уже не может никаких сюрпризов преподнести. Поэтому, пока мы были не женаты и были моложе, мы общались постоянно и на отдыхе, и на работе. Сейчас общаемся больше на работе, дома все как-то по семьям. Но вот это очень хорошее знание друг друга, оно нам позволяет находиться вместе. А вы сильно подвержены влиянию других людей? Вот это вопрос, на который, мне кажется, ни один человек точного ответа дать не сможет. Потому что, насколько ты подвержен влиянию других людей, тебе самому хуже всего и видно. Но в музыке-то видно? В музыке видно, безусловно. Да, наверное, подвержен. Кстати, музыкальное влияние каких людей на вас оказало очень сильное действие? О, если раскопать какие-то наши древние записи, то там очень смешно. Там просто можно по годам. Вот тут они слушали Битлз. А вот тут они Роллинг Стоун слушали. Ну, например, давайте, например, вот они слушали. Андрей, вот давайте, вот они слушали Битлз. Возьмите гитару и пример. Я уйду туда-туда, где горя нет смирен. И никогда летним днём нет ни гроз. Кучка поёт. Олет Дзеппелин. Какое влияние оказал? Всё очень просто. Сказки обманут. Ну, там. Много. Можно по песням. С другой стороны, я не считаю, что это плагиат, потому что все мы тогда, все мы под этим облаком находились, и мы не могли ещё настолько нормально себя видеть и слышать со стороны. Это всё равно был период ученичества. Он был довольно длинный. Сейчас уже, конечно, не так. Сейчас очень хорошо мы понимаем, что откуда, что на что похоже. Если это используется, то сознательно. А обычно это как раз не используется, а от этого хотим уйти. А авторская песня откуда появилась? А сработала, видимо, память какая-то. Я был очень маленький ещё, я существование Битлз не знал, а отец мой записал Акуджаву на магнитофон, и всё время крутилась эта плёночка. Там было пять или шесть песен. Там был «Синий троллейбус», «Смоленская дорога», «Лёнька Королёв». Я их с тех пор очень хорошо запомнил. И вот они играли в голове, и потом это вылезло, наверное. Наверное, вылезло, потому что какие-то первые песни, видимо, были у меня похожи. Наверное, были чем-то похожи. На Акуджаву. Например? Ну, те же три сестры, да. А сегодня окончены сроки, Всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки, Отчего нас разносит по свету Только в самых далёких пределах. Одного я прошу, как и прежде, Чтобы жить и дышать, И любить и мечтать. Пусть меня не оставят надежды. А вы всегда прислушивались только к себе, Или у вас есть люди, на которых вы можете ориентироваться При принятии каких-либо решений? Наверное, всё-таки к себе. То есть я слушаю людей, мне интересно их мнение, Но оно чаще всего не влияет на решение. Потому что не совпадает с вашим? Может и совпадать. Мне кажется, я опять могу ошибаться. Вообще, самоанализ это такая штука. Вы любите копаться в себе? Нет. Почему? Это малоинтересное, не очень приятное занятие. Что, такое отвратительное нутро? Нет, мне всё время кажется, Что вам на это нужно много свободного времени. Лежать на диване и копаться в себе. Времени не хватает. А как вы думаете, кто может позволить себе это? Не знаю. Не знаю. Может на пенсии. А вы для себя определяете порог возрастной, Например, пенсионный? Вот я буду работать до 60, 70, 80, 90, 100, А потом всё, пенсия. Потом не возьму гитару в руки, Или буду играть только в кругу друзей, Которые будут посещать меня дома. Я не могу себе определить пенсионный порог, По той причине, что пенсия не ожидается у меня. Я ниоткуда. Пока я работал в Росконцерте, В общем, там вокально-инструментальный жанр До 65 у нас был записан. Что такое до 65? До 65... А, 5, возраст, да? Да, возраст. А сейчас, поскольку я не работаю в Росконцерте, Эту пенсию платить некому. Так что я постараюсь подольше. Скажите, а сколько песен вы вообще написали? Вы пытались когда-нибудь подсчитать? Один раз пытался, но ничего не получилось, Потому что, ну, скажем, Вот то, что я пытался вспомнить. Там первых десятка два песен, Которые практически нигде не звучали, Нигде не игрались, не были записаны. Считать их или нет? Или какие-то песни для мультиков, Для спектаклей, там, считать их или нет? Но я думаю, что в общей сложности, Ну, где-то около 500. Около 500 песен? Да. Так. Любой человек мечтает о том, Чтобы после него что-то осталось людям, Которые будут жить после него. Как вы думаете, Что останется после вас? И не уйдет ли это вскоре после того, Как вы уйдете из жизни? Дай бог вам здоровья. А такой запрещенный вопрос Из области тщеславия. А, кстати, вы тщеславный человек? Ну, абсолютно не тщеславных людей не бывает. Нет, я себя не могу назвать тщеславным, Но что-то есть, конечно. Тогда вам легче будет ответить на этот вопрос. Легче ответить? Помните, как нас учили, значит, Вот есть вечная музыка, да, там, Классика. Это то, что вечно. Есть вечная литература, это гомер. Я считаю, что вечного нет ничего. Просто одно произведение искусства помнят 20 лет, Другое 200, А третье 600. Но это все равно не вечно. Одно дольше, другое... Я не думаю, что нас будут помнить 600 лет. Я не думаю, что будут помнить и 60 лет. Но пока поколение наше будет живо, Наверное, будут помнить это, слава богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другое дело, что я боюсь, скажем, какой-нибудь медленной и тяжелой смерти от какой-нибудь болезни Вот этого мне бы очень не хотелось А смерти как понятие я не боюсь Скажите, вы упомянули религию, а из вашего ответа следует, что вы изучали различные религии, которые существуют на Земле? Ну, интересовался, изучал это громко сказанное А вот песня «Три окна» и та философия, которая заложена в ней Это было очень смешно Лет шесть назад в Питере, значит, среди рок-н-рольных кругов Дзен-буддизм был очень моден И один парень... Я прошу прощения, вы сейчас продолжите Что такое модная, не модная религия? Модно это то, что положено в данном кругу сегодня То есть, если ты себя считаешь членом этого круга или хочешь туда войти То ты обязан надеть эту рубашку или вот эти погоны, или говорить об этом Какие моды вы переживали? Мод было много Ну, например, хиппи? Хиппи это было больше, чем мода для нас тогда, во всяком случае Это была, в общем, форма пассивного сопротивления такого Причем, мне кажется, что здесь это было гораздо серьезнее, чем там на Западе, где это родилось Потому что, что там протестовать-то, в общем, их за это не забирали никуда Сидели они себя на улице и сидели У нас к этому жестче немножко относились Так что это носило даже несколько героический такой характер На улице было мерзко Народ вокруг был мерзкий Мы были лохматые Мы ходили в диких совершенно клешах И шокировали публику и народ своим диким видом И поэтому мы закрывались в своем подвале В основном, конечно, музыкальная жизнь проходила по подвалам Мы закрывались в своем подвале, покупали портвейну Выпивали слегка и начинали придумывать музыку Сегодня самый лучший день Пусть леют маги над полками Сегодня самый лучший день Сегодня битва с дураками Вас забирали в каталажку? Забирали Били? Меня нет, друзей моих били А как вы думаете, почему вас не били? Повезло просто Простите, я перебил вас Дальше, после хиппи, что, какие моды? Платформа, клеша, ну это все атрибуты Значит, 25 лет прошло и вернулось Очень интересно Потом Мы как-то уже из мода вывалились Потом пошли узкие штаны Кожаные куртки Потом пошли булавки Бритва на шее, булавки в щеках Это было у вас? Я вас не могу представить, Сергей Масун Нет, этого не было Потому что мы остались Приверженцами той музыкальной культуры В общем Которая, наверное, к хиппи больше имела отношения Я прошу прощения Так сидите вы в Питере у своего приятеля Рокинролщика Дзен Буддизм Да, и он ко мне подходит и начинает Что-то, значит, от Дзенни рассуждать со мной Причем явно ждет от меня Ответная реакция Ответная реакция и участие в беседе Я говорю, извини, я это не читал Он говорит, да ладно, ну как не читал Вот три окна у тебя, вот наш дом Это же вся символика-то оттуда А три окна напомните, может быть, тем, кто забыл Забыли, да? Я забыл о бурях и о гробах Мне теперь дороже Тишина И живу я в старом-старом доме Из него выходят Три окна Первое окно Выходит в поле В поле наших самых лучших лет В этом поле не бывает боли И любой вопрос находит свой ответ Там и днем, и ночью солнце светит Летом и зимой цветет земля Не взрослея Там играют дети И один из них Наверное я А вы вообще религиозный человек? С точки зрения церкви, наверное Наверное не очень Потому что С обрядовой стороной, с культовой у меня Очень нерегулярно все это получается Но я считаю, что Вера и церковь Это не вполне одно и то же Это немножко разные вещи А с точки зрения внутреннего я? Думаю, что да Религиозный В чем это выражается? Вы верите в высшее существо Высший разум Во что? Во что вы верите? Я считаю, что Благодаря присутствию в мире божественного существа В этом мире действует закон По которому каждому по вере его и воздастся Если проще говорить То В общем Все зависит от силы Нашего желания И степени нашей убежденности В том Что мы хотим сделать Ваше отношение к слову Как можно определить? Трогательное, нежное? Бережное, скажем так Давайте делать паузы в словах Произнося И умалкая снова Чтобы лучше Отдавалось в головах Значение вышесказанного слова Давайте делать паузы в словах Давайте делать паузы в пути Смотреть вокруг Внимательно и строго Чтобы случайно дважды не пройти Одной и той неверной дорогой Давайте делать паузы в пути Давайте делать просто тишину Мы слишком любим собственные речи И из-за них не слышно никому Своих друзей на самой близкой встрече Давайте делать просто тишину И мы увидим в этой тишине Как далеко мы были друг от друга Как думали, что мчимся на коне А сами просто бегали по кругу А думали, что мчимся на коне Как верили, что главное придет Себя считали Кем-то из немногих И ждали, что вот-вот произойдет Счастливый поворот твоей дороги Судьбы твоей счастливый поворот Вы вообще легко уживаетесь с людьми? Человеку кажется, что легко А вот остальным людям кажется, что не очень У вас есть друзья? Есть Много? С какой цифр начинается много? Хороший ответ А как вы считаете, друзей должно быть много Или их должно быть несколько? Ну, они должны быть, во всяком случае Я думаю, что Ну, обычно отвечаю Да, у меня есть один друг, два друга У меня больше Так что, наверное, много Многие из тех друзей, с которыми вы начинали Уехали? Многие Причины? Во-первых, они, наверное, были Менее удовлетворены Тем, что у них получалось Чем, скажем, я Может быть, я тоже уехал Если бы мне ничего не выходило А я чувствовал в себе потенцию Вот этим заниматься А как жизнь складывалась у тех людей Которые приходили в вашу команду и уходили Кстати, сколько человек переиграло в разные годы в вашей команде? Человек 20 Человек 20 Ну, в первые годы смена происходила Человек мог прийти, наверное, на две недели Он там таскал колонки Потом сказал, а можно я на этом барабанчике поиграю? Мы ему ставили барабанчик, он на нем играл Это было такое Я не могу это назвать деланием музыки Это что-то другое было совсем Братство? Ну, да Потом вдруг оказывалось, что не совсем наш человек Ну, и он уходил Вот вместе с такими был человек 20 Я считаю, что через нас У нас не было текучки кадров Скажите, а что вы цените в женщине? И какую роль они сыграли на вашем пути? Жизненном, не творческом? Сложный вопрос А до этого были простые Я считаю, что мне везло Мне везло с женщинами Хороших В моем понимании Встречалось гораздо больше Чем? 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 Не очень хороших А вот А что такое для меня хорошая женщина? Адекватная прежде всего То есть она Она должна Себя воспринимать Адекватно тому, что она из себя представляет Она должна Как женщина может определить Что она из себя представляет? Андрей Это сложный вопрос Благодаря мужчине, который с ним рядом Например Один из способов Один из способов Так многие не смогли все-таки Благодаря вам Определить свою адекватность К вам же Жизни Я всего лишь небольшая часть Окружающего мира Поэтому тут на мне все не замыкается Меня интересует Допустим, на какой машине вы ездите Женаты ли вы Сколько у вас детей С кем вы живете в своем доме Это в смысле помимо жены, если он женат? Нет, ну вообще Марка машины, на которой вы ездите? Джип Чироки А марка машины, на которой ездит ваша жена? АК Значит он женат? Один раз женат А? Один раз вы женаты? Нет, неоднократно Так, еще что вас интересует Все, спасибо большое Дети есть у вас? Есть Хорошая Все, спасибо А дети есть у вас? Есть Есть дети Вообще, очень интересно Как-то вот такой набор вопросов Обычно или от молодой девушки Или от пожилой женщины Вот такой цветущий человек Андрей Вадимович, при вашем трепетном отношении к слову Выражение молодая девушка Мне было странно услышать из ваших уст Прошу Андрей, у вас наверняка, как и у любого артиста Во время гастролей были какие-то, ну, курьезные, незабываемые, смешные случаи, скажем так Расскажите хотя бы об одном Вы знаете, если бы он был один за всю жизнь Я бы точно знал, что в таких случаях рассказывать У меня была бы уже заготовка Вот, их было много и смешных, и не очень смешных Любой? Нет, я сходу не готов Без культуре, расскажите, Андрей Вадимович Не сработает, без последнего слова А нет, сработает, я не вырежу Да? Ага Ну, хорошо Влад меня попросил, да? Детей нет Концерт в каком-то городе, не помню Я стою за кулисами, с гитарой Должен выходить на сцену, бегает какой человек с фотоаппаратом Щелк, щелк А я не люблю, когда без проса Подбежал, не поздоровался, щелк Я говорю, молодой человек, вы откуда? Да я тут так для себя снимаю Если можно, не надо меня фотографировать Понял? Опять щелк, щелк И я администратору говорю, который нас туда привез местному Пожалуйста, если можно, уберите этого парня Администратор страшно расстроен Он хочет, чтобы мне понравилось, вы в городе Он уводит его, возвращается, нервно курит Андрей Вадимович говорит, извините Конечно, не столица, я понимаю Глубинка, провинция Бездуховность, блять Хорошо Существует такое выражение Человек тусовки и человек нет тусовки Вы человек тусовки? Надеюсь, что нет Мне не нравится это выражение А вообще, что такое, вот, по вашему понятию, тусовка? Не знаю, слово плохое Тусовки это не для Андрея Макаревича На светских раутах-презентациях Андрея тоже не встретишь По его же словам, ему это не интересно Но здесь много тех, кто знает его давно и не понаслышке Я бы не сказал, что он прост До этого и не нужно ему быть простым и таким Он в себе держит то, что он накопил, о том, что он пел Он все в себе держит С ним интересно очень, очень интересно Но не легко Я сказал свое слово и свое отношение к Макаревичу В горкоме партии московской Когда? Зареева туманной юности Когда им запретили выступать Я предложил, говорят, берите на свою ответственность Я взял на свою ответственность и поехал с ними на кастроли Главное, лакмусовая бумажка, критерий вообще оценки, это дети Вот у меня родина сейчас увлекается Андреем Макаревичем Поэтому я бы на его месте просто подарил бы нам лазерный диск Чтобы качественный Макаревич звучал у нас дома Как человек Андрей вообще просто потрясающий Монит равных, потому что он очень гостеприимен Недаром вот в его квартире на Ленинском Очень часто собирались рок-музыканты из Петера И, значит, из других городов Вот просто даже пересидеть, пожить Там получить какой-то совет и поддержку Великий музыкант Я считаю его, кроме всего прочего, хорошим другом своим Мы с ним много лет общаемся И у него потрясающие песни Он великолепный поэт Он великолепно работает Он очень честно работает всегда Он честный музыкант В отличие от многих других, которых я тоже знаю И он прекрасно готовит Мне с ним очень легко общаться Просто, вы знаете, когда друг друга давно знаешь То я думаю так, что и он меня прощает Какие-то мои недостатки И может оценить что-то хорошее Так же и я Для меня это прежде всего талантливый человек Вот бывает так, что человек талантлив в чем-то В каком-то виде А бывает он человек талантлив во всем За что бы он ни брался Он делает это все до конца Он не может позволить себе делать что-то в полноги Это художник, это поэт Это интересный архитектор Это, как за козов, композитор Это целая эпоха для нашего поколения Тема дома в ваших песнях Она достаточно такой красной линией Проходит практически через все Но вот вы построили свой дом Или не построили свой дом? Нет, я его периодически перестраиваю Периодически меняю В чем это выражается? В том, что В том, что мы сознательно На какое-то время, может быть, не на совсем Отказываемся от того, что мы знаем и умеем И пытаемся сделать что-то совсем другое Иногда это получается лучше, иногда хуже Скажите, вот Элтон Джон чего только не собирал в своей жизни И потом очень многое из этого выставлял на аукционах Что приносило ему соответственную прибыль Что собираете вы? И потом когда-нибудь соберетесь ли вы выставить это на аукцион? Не исключено Ну, в детстве я собирал бабочек Вот давно было Последние лет 20 я собираю таблички Это совершенно замечательная вещь, потому что Таблички какие? Разрешающие, запрещающие, рекомендующие текстовые таблички Ну, это картины идиотизма нашей жизни Это лучше Салтыкова-Седрина Но, например, это на трансформаторной будке Не оставляйте заголенными концы Есть табличка Или уникальная табличка, выполненная так крепко Написано «Влезать здесь» Переворачиваешь сзади, написано «Здесь не влезать» Вот где такая могла висеть? Я несколько лет ломал себе голову Для чего ее напечатали? А вы эстет? В чем-то возможно А в чем, в чем, Андрей? Ну, вот, например, в правильной закуске под водку Это точно совершенно А любимое ваше блюдо под водочку? Есть один рецепт, но я его берегу для своей передачи Сейчас не могу продать То есть не хотите расколоть? Не может быть у художника любимого цвета Не может быть у кулинара любимого блюда Как творчество в кулинарии оказывает... Какое влияние оказывает на творчество в поэзии? Творчество? Вся связь какая? Творчество — это состояние души А к чему оно прикладывается в данный момент К культуре, к кулинарии или к музыке Это совершенно не важно 25 лет вашего творчества Проскочили для вас очень быстро Или же они были мучительными? Они не были мучительными Они были совершенно замечательными Очень разнообразными И, по-моему, это все весьма долго тянулось Вы хотели бы, чтобы еще 25 лет Такого существования были в вашей жизни? Я не могу использовать слово «такого», Потому что оно каждый раз, каждый год оно было разным Такого разнообразного? Хотел бы Хотели бы А чего бы вы не хотели в этой жизни? С чем бы вы никогда не хотели бы встретиться? Я бы очень не хотел, чтобы здесь все закончилось войной Прежде всего Это я не хотел и больше всего на свете Ни гражданской, ни какой другой Еще очень не хочется, чтобы Ты сам и Близкие люди болели Вот, пожалуй, все Вы знаете, чего не хочется мне Мне не хочется с вами расставаться Но, к сожалению, приходится Андрей Макаревич Спасибо Спасибо, Андрей Макаревич А мы с вами встретимся ровно через одну неделю на программе